Российский политик Марк Фейгин подключается к нашему эфиру. Марк, добрый вечер. Добрый вечер. Раду вас видеть в привычной нам студии. Наконец-то мы не нервничаем, вы дома. Узнаем библиотеку. Да, а вот российские мобики могут до дома не доехать, давайте о них поговорим. Видите, оказывается, Минцифра готовит новые списки уклонистов и, собственно, новых мобилизованных, потенциальных. То есть Путин солгал, но это, в принципе, не новость. Как вы думаете, какие выводы система сделала на основе первой мобилизации? Там Минцифры, я так понимаю, пытаются каких-то якобы айтишников дать бронь, так сказать, и они за них вписываются. Ну, как обычно, за бабки там решают вопросы на отдельных. Я думаю, что, скорее всего, это манипуляция. А вот Шадаев там такой министр, я думаю, что через него просто вопросы решают, чтобы каких-то правильным людишкам дать эту бронь под видом их айтишников и так далее. Но это другой вопрос. Что касается... Смотрите, там была дискуссия после выхода указа мобилизации о том, что и прекращать мобилизацию, вот эту первую волну по категории 1, должны тоже указом. И причем, скорее, юридический анализ показывал, что указ-то ведь о прекращении мобилизации нужен. Указа так и не появилось о прекращении мобилизации. Это дало повод тем, кто оценивает, экспертам считать, что это сделано сознательно, именно для того, чтобы можно было продолжать мобилизацию в обычном режиме, значит, не издавать новых указов и, в общем, частично превратить его в постоянно действующие. Я думаю, что власть в Москве, она там не дура, они там прекрасно понимают, в Кремле целая администрация президента работает, главное правовое управление, что указ создавать не надо, тогда руки развязаны. Ну, как, 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 как? Указ действует, и все. Я думаю, что высока вероятность того, что они по новой начнут соскребать людей, но будут ли они объявлять это как специальную мобилизацию, там, новую, частичную или всеобщую, вот тут не уверен, как-то им публично провоцировать вот то, что происходило в период с 21 сентября, тоже не очень выгодно, я бы сказал. Все равно звон будет идти, все равно, так сказать, публично обсуждаться это будет, но лучше каком-то актом, каким-то актом это все не делать, ну, чтобы снизить некое публичные риски, я бы так сказал. Посмотрим, конечно, вот проблематичным для них ведь представляется период сразу после Нового года, то есть, если специально какие-то меры не предпринять, то народ-то разбежится, понимаете? Ведь вот судите сами, мы же видели качество мобилизованных 325 тысяч или 250 тысяч, там разные цифры называют, сам Путин почему-то назвал 320 тысяч, и, по-моему, Шойга повторял ту же цифру, плюс-минус там, незначительно. А в реальности, видимо, все-таки меньше, и какую-то часть от бракованных отправляют обратно, да? А вот вторая-то волна, она же будет стоять еще более худшего состава, как я подразумеваю, потому что лучших-то уже забрали. То есть, в эти несколько сотен попали, сотен тысяч попали тех, кого еще как-то можно использовать там с военно-учетными специальностями, какая-то публика из крупных городов, может быть, которая лучше подготовлена и так далее, они уже как бы воюют, они уже мобилизованы. Поэтому, если новая волна будет, то, ну, там будут подбирать то, что осталось, понимаете? Если допустить, что из потенциальных мобилизованных, там, миллион покинула Россию, такую цифру называют наблюдатели, правдива она или нет, вот не буду утверждать, мне сложно, так сказать, без... не опираясь на добросовестные источники этого утверждать, но если это действительно так, то уехали-то самые лучшие. Уехали те, которые пограмотнее, кто с образованием, кто, так сказать, пристроен был нормально, с хорошим здоровьем, потому что за ним следил и так далее. То, что остается, мне кажется, будет совсем низкого качества. Ну, во-первых, возрастные люди пойдут, их станет существенно. Больше не те, что до 35 лет, а будут выхватывать уже из второй категории, людей постарше после 40, сильно после 40. Это раз, во-вторых, это будет опять глухая провинция по преимуществу, потому что там проще без болезни забрать таких людей. Ну и, возможно, будут все-таки выискивать людей на замену погибших. То есть, все-таки военные специальности нужны. Там, водитель танка или, не знаю, человек со связью работавший, или что-нибудь такое, наверное, будут учитывать. Но в любом случае мобилизация поначалу-то пойдет. Важно, чтобы встретились эти две волны где-то в районе передовой, когда, значит, одних уже отвозят в мешках, а другие только добираются, значит, на своих, что называется, к этой передовой линии, где-нибудь под Бахмутом или в таком же месте Солидар там и так далее. И они должны увидеть эти мешки. Понимаете? Они же мешков-то не видят, но мобилизованные. Они видят только разговоры, слышат только разговоры. А им надо вот воочию убедиться, во что превращается вполне себе живой обыватель русский после пребывания на передовой на фронте в Украине. Марс Захарович, а вот вы упомянули об айтишниках и о броне для них. И вот в свете этого у меня есть к вам вопрос. Не считаете ли вы, что новость о том, что СРУ ищет по всему миру россиян, недовольных режимом Путина, она как-то имеет отношение к этим айтишникам, которых сейчас пытаются как по головам посчитать? Ведь это же люди с интеллектом, с особыми знаниями, со специальностью. Они могли бы быть очень полезны как ЦРУ, так и, собственно, режиму Путина. Нет ли взаимосвязи между этими событиями? И вообще, как у вас, как вы оцениваете шансы ЦРУ собрать армию недовольных? И зачем им это? Ну, я читал и видел это сообщение этого замдиректора ЦРУ Марлоу. Вы знаете, ну, все-таки, я все-таки считаю, что это троллинг какой-то. Потому что, ну, честно говоря, по объявлению агентов не ищут. Ну, потому что, как бы, сразу сумасшедшие набегут. Вот, вы же знаете, 99% какие-то больные скажут, готов, выдайте мне удостоверение агента ЦРУ и зарплату стабильную. А еще лучше грин-карту. Поэтому, честно говоря, я думаю, что это... У нас же три Маусов, да? Да, 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 конечно. То есть, как бы, я, ну, вижу таких, они там постоянно, вот мне в почту пишут, я вот хочу стать агентом ЦРУ, пожалуйста, отправьте меня, значит, в Ленгли. Вот, больных очень много. Я думаю, что это все-таки, во-первых, все-таки некая провокация со стороны замдиректора ЦРУ. У них там, по-моему, сайт есть, на котором там даже на русском что-то есть. Приходите, всех зовем, пишите нам письма на криптопочту, что-нибудь такое. А им-то ведь все-таки нужны люди с доступом к информации. Военные, чиновники. Вот те, которые могут дать что-то ценное. А человек, даже если он программист, ну, программист это вообще ценная специальность. В России-то сейчас непонятно, что программировать там в условиях изоляции. Но, видите как, нужно, чтобы человек имел отношение к каким-то, ну, скажем так, государственным ресурсам, например. Или ресурсам, сравнимыми с государствами, имел отношение там к информации, которая представляет ценность для ЦРУ, как мне это кажется. Вот, я никогда в ЦРУ не был, никогда ни с одним сотрудником не общался, но мне все-таки представляется, что это какая-то большая такая игра идет информационная, в которой, значит, они вызывают ЦРУшники психику, психические реакции Москвы вот на эти объявления, что как так, всех наших купят и так далее, чтобы повысить параноидальность их. Чтобы они везде за всяким видели потенциального агента и начали, так сказать, у себя их выискивать. Потому, что нет большего спорта для российских спецслужб и российской власти, чем выискивать среди себя вот этих предателей и агентов. Тем не менее, я, в общем, считаю, что, знаете как, самые дееспособные это айтишники, они, по-моему, уже убыли из России. Да, то есть, те, которые это, они же быстро это все понимают, что к чему. Тех, кому удалось сбежать, уже, вы знаете, вербуй их, не вербуй, они вне пределов России находятся. Я думаю, что Америка сама по себе богата вообще на специалистов такого рода. Поэтому лишней, конечно, не бывает, но, во всяком случае, мне кажется, что они больше все-таки заинтересованы в носителях информации из армии, повторяю, из спецслужб, даже пусть передовой, пусть там в частях, может быть, что-нибудь такое. Ну да, кому-то надо программировать шахеды. Вот кто-то все-таки, наверное, остался. И, да, Марк, в контексте вчерашних обстрелов всей территории Украины, 70 ракет было выпущено, 51 сбито. Тем не менее, 7 человек погибло. Действительно, очень много проблем хочет Путин сделать Украине со светом и с водоснабжением. Но, тем не менее, Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза ООН. И вот какая новая риторика прозвучала, по крайней мере, я такого не слышал. От Макрона, значит, он назвал это, если я не ошибаюсь, военным преступлением, то, что сделал Путин, сам Макрон. И Папа Римский, от которого уж точно ничего никто не ожидал хорошего в контексте Украины, сравнил это с геноцидом и с голодомором. То есть попыткой истребить украинцев. Смотрите, с одной стороны, понятно, Путин пытается погрузить Украину во мрак. С другой стороны, какой свет мы получаем в международной оценке ситуации? Вам не кажется? Я думаю, да, потому что Путин ведь на своей волне. Он, грубо говоря, а вот я буду, раз меня считают самым плохим, то я буду плохим из плохих. Знаете, то есть хуже меня никого не должно быть. Чистый доктор зло. А вот на Западе это по-другому. Вот что касается Папы, мне кажется, у меня такое подозрение. Он, ну, как бы реверансы делал в пользу Путина для того, чтобы решить проблемы. В частности, военнопленных. И он приложил какое-то участие к тому, чтобы обмены произошли. И в том числе большой обмен с Азовсталью офицеров. Мне кажется, что он, ну, как-то немножко хитрил Папа Римский. Вот у меня такое ощущение. Что касается Макрона, он вполне самоуверенно считал, прежде что с Путиным можно договориться. Ну, и судя по интервью Джонсона, которое он дал BBC, по-моему, да, вот обсуждают. В CNN. В CNN, да. Я вот просто видел в переложении. Я, может, не смотрел непосредственно. Такое ощущение, что Макрон действительно похож на человека, который исходил из того, что я вот такой умный, а Путин-то дебил. Вот я вот смогу его убедить. Я вот с ним буду по сто часов разговаривать и свое выкружу. И мне кажется, многое, как бы, говорится уже и от обиды. От того, что, ну, вот, ну, казалось бы, уже одно говорит, другое делает. Но уж до такого-то доходить не надо уже. Ну, сколько авансов Путину выдали на то, чтобы он себя не вел именно таким образом. И он ни одного не вернул, ни одного не оправдал. И мне кажется, что сейчас та стадия, когда, ну, знаете, вот после таких обстрелов, вот, в частности, вот, я уже приводил в Запорожье, вот, в родильный дом попали, где, значит, младенец умер. Вы понимаете, как? Ты поди сейчас, скажи, что нет, не надо дать потерять лицо Путину. Вот представьте, Макрон сейчас будет это заявлять. Или Папа Римский. Надо, как бы, вот, братьям во Христе встретиться, поговорить. Что-нибудь такое, понимаете? Это на кого вообще произойдет впечатление? Вообще общественное мнение у себя скажет. Вы вообще ку-ку, что ли? Вы зачем такие вещи говорите? Они же вот обстреливают гражданские объекты, территории всей Украины. Не, как бы, вот так вот не надо, понимаете? Вот не надо такие оценки давать. Давайте уж говорить, как все есть. То есть всегда есть возможность для люфта, но не в таких случаях. Слишком далеко все зашло. И самое главное, не один раз. Вот если бы один раз случилось, можно еще как-то, знаете, зигзаг в бок сделать. Ой, вы знаете, Небензи заявил, что, говорит, ничего бы этого не было, если бы западные поставки вооружения не были. Как интересно, да? Обстреливать территорию. И Запад не должен поставлять вооружение, чтобы защищать эту территорию. Ну, не говоря уже о том, что, типа, виноваты сами. Не сбивайте эти ракеты, и тогда они не будут падать на гражданские объекты. А Песков прокомментировал, что вообще ни одного объекта социальной инфраструктуры не было уничтожено. Но, понимаете, с такой циничным подходом, ну, шансов на какое-то понимание, на какую-то сдержанность в дипломатическом смысле, ну, не приходится. Потому что в той же Франции там Макрону могут высказать. Вы извините, а вы зачем так говорите? Вы что, деньги что ли получаете от России? Понимаете? Никто не хочет так подставляться. Поэтому дают, как все на самом деле. Говорят о геноциде, говорят об уничтожении гражданской инфраструктуры, страданиях мирных украинцев. Поэтому мне кажется, что сейчас уже слишком опасно ходить вот риторически путями примирения, там, каких-то попыток резонерства. Вот это уже не работает. А с чем связано такое закручивание гаек, даже на таком, якобы, уровне заявлений? Вы вот о Пескове упомянули. Я очень коротко напомню, что он не постыдился прокомментировать вчерашние обстрелы тем, что украинское руководство может сделать все для того, чтобы прекратить страдания населения Украины. То есть фактически признал это как терроризм. И его дружок по усам Лукашенко выступил сразу же с заявлением, что теперь, оказывается, цели войны это не разрушение украинской государственности, а просто разрушение Украины как таковой. Вот это закручивание к чему? То есть у них либо ресурсы заканчиваются, ну, как бы это уже куда более финальная прямая? Ну, нет, а просто, а что еще делать? Вот они мобилизовали, мы вот сейчас с вами мобилизацию, а ведь она уже два месяца как идет. Понимаете, больше. Он 21 сентября объявил, некоторых начали забирать уже вечером 21 и 22. Но они готовили заранее, да. То есть они там списки сверяли, адреса выверяли. Но все равно 21, 22 уже сентября начали брать. Некоторых уже на фронт стали отправлять 27-го, 29-го. Они уже попадали, так сказать, в район на востоке Украины, понимаете. А некоторые уже погибли к 6-му. Вот это известная история с айтишником из Райфайзенбанка. Помните, он там картами МИИ занимался? Он погиб 6-го уже октября. А вот так-то. Сегодня 4, 9 месяцев, извиняюсь, 24 ноября идет война. Из которых 2 месяца из 9 уже идет мобилизация. И так, ну минимум месяц уже на передовой точно находится при изрядной количестве этих мобилизованных. Так она же не дала никакого результата. А какой? Они что, захватили? В конце концов Бахмут, они Солидар захватили. Краматор со Славянском захватили. Киеву подошли. Нет? То есть она не дала результатов. Поэтому средство уничтожения вот этой самой критической инфраструктуры, оно по сути последнее. Ну а что еще? Только атомная бомба? Но этот вопрос отодвинулся. После включения в Китай в тему, ну как бы сейчас с этим лучше не играться, даже риторически. Ну и что остается? Ну будем бомбить. Потому что там, не знаю, мотострелковые части, сухопутные силы не могут никуда продвинуться. Ну штурмуют они, да, там штабелями ложатся. А все. Какие еще средства есть? Что есть еще в России? Блистические ракеты, все. Ну вот эти ланцеты, как бы, их БПЛА и так далее. Больше ничего нет. Все. Ну вот опять же, говоря о целях, угрозах, мы понимаем, что больше вранья и манипуляций происходит, но в то же время определенные заявления, они очень пугают и Белый дом, и вот слушая европейские эфиры, тоже повторяется все та же риторика. Давайте не драконить, давайте не начинать, ведь он может применить химическое оружие. Это месседжи, которые должны услышать европейцы и американцы надавить на Украину, или это реальная угроза Путина? Ну политика, по крайней мере, об этом говорит, издание, да, это не прямая цитата. Я понимаю, но я вот не вижу возможности для применения химического оружия. Вот московский режим применял химическое оружие в Сирии, и то как бы изображает, что это сама сам делает. Они там какой-то иприт применяли, еще что-то, где-то кое-где они это делали, то ли руками, то ли своими руками сбрасывали с бомбардировщиков, но сказать, что они решатся в Восточной Европе применить неконвенциональный, абсолютно запрещенный вид вооружения химическое, я вот не знаю, это что-то такое должно быть исключительно, но по последствиям это будет приравнено к применению ядерного оружия. Я вот часто привожу эту историю, не знаю, приводила ли у вас, ведь вот смотрите, у Гитлера были невероятные запасы химического оружия, он в период Первой мировой войны сам пострадал от химической атаки, лечился в госпитале, но потом еще был ранен, будучи фельдфебелем, и он на всю жизнь запомнил, что ужасы этой, по-моему, на Соме или где он, я сейчас уж не помню, получил эти ожоги горла, гортани от вдыхаемого вещества. И у Германии были невероятные, у нацистской Германии запасы этого химического оружия, там вот этот циклон Б, вот всякое такое, да? Почему Гитлер не применил до последнего момента химическое оружие? Казалось бы, уже когда Берлин был окружен, и эти запасы можно было применить, ну и они могли оказаться эффективными. Ответ очень прост. Его бы с разных сторон просто задушили бы этими газами. Просто бы ничего не осталось от Германии, просто ничего не осталось, все население бы погибло. И Гитлер это понимал, и не решился применить химическое оружие. Хотя, повторяю, арсеналы были гигантскими химического оружия, просто гигантскими. И за всю войну так или иначе, ну в общем, в боевом, боевых условиях химическое оружие так и не было применено. Потому что, ну война бы немедленно закончилась. Потому что британцы, американцы, да уж не говоря о советской армии, с легкостью бы применили химическое оружие. Вообще без Б, что называется, открыли бы краны, шланги и все. Поэтому на самом деле, мне кажется, Москва тоже опасается и таких последствий для себя. Пойди при меня, а кто его знает, чем ответит, понимаете? Возьмут и тоже распустят. И что тогда? Ну и что тогда? Марк, а вот как вы думаете, вот эти заявления, о которых Катя сказала, да, ссылаются на Белый дом, источники в Пентагоне? Ну не только, я смотрела недавно итальянские политические ток-шоу, то есть там тоже друзья Путина постоянно говорят об этом, и прям не скрывая, призывают к переговорам, давайте же склонять, потому что сколько можно финансировать эту Украину. Ну то есть это нарративы Кремля, которые звучат там постоянно, но химическое прозвучало буквально в несколько последних дней очень настойчиво. Если говорить про Соединенные Штаты Америки, да, например, и вот политику, это все-таки сигнал о том, что у них реально есть такая позиция? Или опять-таки мы можем это отнести просто к каким-то заказным, уж простите, статьям или заказным экспертам на телевидении, которые через деньги Кремля, очевидно, пытаются это мнение прокачивать? Или у них реально есть такая позиция? Как вы думаете? Вы имеете в виду публикацию политика о возможности... Например, которые ссылаются на свои источники в Пентагоне, в Белом доме? Я понимаю. Нет, но это может быть и специальный проброс, чтобы предупредить Москву, такое тоже делается. Издание политика не относится к изданию, в котором можно вот так запросто заказную статью разместить, но это сложно, в смысле, это как-то совсем как-то замысловато. Всякое, конечно, Москва может сделать, но есть и ограничители, особенно по таким чувствительным темам с итальянцами или там с европейскими СМИ и с европейскими экспертами проще, конечно. Да, они могут риторику поддерживать, что куда, к какой эскалации мы идем, ради чего, значит, нужно договориться, сесть за стол переговоров. Да, они будут нести издержки, Украина потеряет, может быть, территории какие-то, но это как бы прекратит войну в Европе, которая не разрастется, и это спасение для всех, выход для всех. Большая часть этих экспертов действительно каким-то боком, так или иначе, аффилирована с Москвой и ее интересами. Впрямую косы, но это действительно так. Это бессмысленно отрезать. Какая-то часть, сложно судить, какой ее удельный вес, она реально боится войны, реально боится этих последствий. Отчасти в Вашингтоне эти настроения тоже присутствуют, потому что, ну, как бы, зачем джина из бутылки выпускать слишком далеко? Потому что нужно как-то реагировать, а вдруг действительно дойдет до мировой войны, до вовлечения более широкого круга стран, вплоть до термоядерного. А зачем нам это надо? Ну, в конце концов, при всем сочувствии Украине, ну, это же где-то Украина, это же не там в Нью-Гемшире или там, не знаю, в Майами такое происходит. Ну, всегда ведь своя рубашка ближе к телу. И здесь, исходя из этой логики, ну, считают, что лучше замереть конфликту, а Россия, она же все равно катится вниз по их представлению. И я даже уверен, что вот прямо вот я не присутствовал, но я думаю, Зеленский так говорит, ну, Володя, что ты переживаешь? Они все равно развалятся, и ты этот, Крым и все остальное просто заберешь. Там же ничего не останется. Ты посмотри, они валятся. Они от санкций, от всех этих изоляций страдают гораздо сильнее, только это долгосрочная перспектива. Мы войну сейчас закончим, а потом Крым сам просто заберешь, очень нервничая, пройдет год, другой, третий. Я думаю, такие аргументы приводятся, и под ними есть основания, существенные, потому что Россия в нынешних условиях это безусловно колосс на глиняных ногах. Но понимаете как? Общественное мнение в самой Украине, да и общественное мнение на Западе, оно этого не принимает. И особенно такие бомбардировки, они только усугубляют это непринятие. Как бы в таких условиях договариваться с Москвой не о чем. И я думаю, что, скорее всего, украинское руководство не пойдет ни при каких обстоятельствах на такие сепаратные переговоры и компромиссы по той простой причине, что этого не примет общественное мнение в Украине. А значит, зачем идти против него? Какой в этом смысл? Ну да, с тем, что вы сказали, тут не поспоришь. А вот, опять-таки, если говорить про сигналы из Европы, в Европейском Союзе договорились исключить российский газ из соглашения о совместной закупке. Об этом приняли консолидированное решение европейские министры энергетики. То есть речь идет о том, что газ не будет закупаться. А вот с нефтью есть вопросы у нас. Хотели бы с вами обсудить, что же все-таки мешает европейцам этот ценовой потолок установить? Ведь, наверное, они понимают, какая должна быть сумма. Но все-таки что-то происходит, какие-то закулисные игры, может быть, подковерные даже. Как вы считаете, в чем проблема? Во-первых, в Европе, напомню, 7 декабря выводится эмбарго на российскую нефть. То есть ее, в принципе, нельзя покупать. Понимаете? Она же входит в какой? Шестой пакет санкций она, по-моему, была. То есть уже как бы чаро. Погодите, как бы все. То есть это первое. Второе. Речь идет о ценовом коридоре, который предложили Соединенные Штаты. Сейчас это идет тяжелое согласование, но, по-моему, 65,70 уже цена более или менее всеми принимаемая. Какая-то в этом есть действительно схема, при которой, возможно, этот потолок будет в сторону снижения. И те первично примут 65,70, но у меня такое ощущение, что договорятся, что давайте каждый месяц будем снижать по пятерочке или по десяточке. Понимаете? Похоже на то. Вот если я понимаю, как они работают, то, скорее всего, они очень аккуратно пробрасывают эту тему для того, чтобы не испугать потенциальных покупателей нефти, которые не хотят обходить эти решения, но побаиваются, значит, того, какими могут строиться отношения с Москвой. Москва очень жестко заявила, что мы, типа, не будем в те страны, которые поддержат ценовой коридор, продавать нефть. А вот у меня такое интересное было. А вот Китай, как поведет себя? Понимаете? Или там Индия? Это вопрос. Это вопрос. И Индия. А нет, я еще десяток стран назову, которые покупают нефть, в том числе стран, не входящие в Евросоюз, но имеющие прямые отношения с Евросоюзом и учитывающие позицию Евросоюза и Вашингтона. Мне кажется, это какая-то попытка равновесного решения. Конечно, там договоренности, все эти интересы, денежки, это всегда будет. Мы ничего с этим не сделаем, но мир глобальный именно так работает. Но видите, какая штука? Это вроде как удовлетворить всех. Вот она цена колеблется от 89 до 100 сейчас за баррель. Ну, там, туда-сюда ходит. А вот 65-70 ни нашим, ни вашим, и тем и другим. Понимаете? Это какой-то уровень, до которого долго ведь обсуждали. Почти вот на месяца 4-5 обсуждали. А что там обсуждать? Я бы поставил 5 долларов, и все, и вопрос закрыт. Нас просто не спрашивают. Вот. А тут, видимо, какой-то это процесс поиска результирующий. Понимаете? И вот все сошлись на этой цене. Эстония заявила, министр иностранных дел, что будет витировать. Потому что слишком высокая цена. Не амбициозное решение, как он заявил. Но, возможно, есть что-то, что скрыто от наших глаз, которое предполагает преодоление пропасти не в один прыжок, а в два там. Поэтому, видимо, это начало. Просто тяжело прошибить, в принципе, эту позицию. И так, чтобы с ней согласились страны, которые в ЕС не входят, в эмбарго не участвуют. Ну, Америка тоже объявила, кстати, эмбарго. Она придерживается эмбарго, так же, как и Великобритания на российскую нефть. Но, так или иначе, могли бы поддержать вот этот ценовой коридор. Редактор субтитров А.Семкин